Новогоднюю елку Бои на новом ринге. В Бийске прошел боксерский турнир в памяти Валерия Щербакова. Оценка работы местных властей. На сайте краевой администрации стартовал опрос, в котором могут принять участие и бийчане. Один из самых востребованных автобусных маршрутов изменил интервал движения. Как нам сегодня сообщили на транспортном предприятии, изменения внесены по просьбам бийчан. Теперь в выходные и праздничные дни интервал движения по маршруту номер 35 в обеденное время сократится до 16 минут. И бийчанам не придется ждать необходимого маршрута по часу. По словам начальника диспетчерской службы предприятия БИСГОРТРАНС, на загруженности экипажей автобусов эти изменения не отразятся. Не будут привлекаться и дополнительные автобусы. Изменения в интервале стало возможным после смещения обеденного времени водителей и кондукторов. Напомним, что ранее по выходным и праздникам с 13 до 15 часов автобусы под номером 35 ходили через час, что и вызвало недовольство пассажиров. Информация об изменении интервалов в работе этого маршрута уже размещена на сайте Единого транспортного диспетчерского центра. Жители БИСГОРТРАНСКОМОГУТ ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ГЛАВЫ ГОРОДА И КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Для этого достаточно зайти на официальный сайт администрации Алтайского края и заполнить анкету. Ссылку можно найти на сайте газеты biskerabochie.bivorg.ru Первым делом необходимо выбрать город БИСГ, указать возраст, а также заполнить другие данные. Сама анкета состоит из 13 вопросов. Предложено оценить качество дорог, работу общественного транспорта, предприятий теплоснабжения и водоснабжения, качество предоставления услуг организации образования и культуры, а также информационную открытость органов местного самоуправления. Ну и непосредственно нужно поставить оценку работе главы города Александра Студеникина и председателя Думы Сергея Ларейкина. Результаты опроса рассмотрят специалисты специально созданной экспертной комиссии. Итоги будут опубликованы на официальном сайте правительства Алтайского края. А теперь о ковид-статистике. За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 228 пациентов. Умерло 12 человек, 7 из них от ковид-19. В Бийске за минувшие сутки плюс 9 заболевших. С начала пандемии в нашем городе зафиксировано 2102 случая заражения. В краевой столице плюс 63. Что касается наших соседей, то 6 новых случаев выявили в Зональном районе и один случай в Советском районе. На сегодняшний день на лечении в инфекционных госпиталях края с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2447 пациентов. Количество тяжело больных – 577. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 149 человек. На сегодня резервных коек в Алтайском крае – 1660. Места, где бийчане смогут купить новогодние елки, определены. В этом году число торговых точек сократится. Однако в администрации заверили, что предпраздничная торговля охватит все микрорайоны города. Предполагается, что елочные базары массово откроются в середине декабря. При этом официальное разрешение на открытие торговых точек в администрации Бийска уже подписано. По городу запланировано открыть 6 торговых точек. Напомним, что в прошлом году их было 7, а еще годом ранее – 10. Теперь же, накануне Нового года, жителям улицы Краснооктябрьской за елкой придется ехать на льнокомбинат. Елочные базары также откроются на улице Декабристов, площади 9 января, улице Советской. Кроме того, приобрести елку бичане смогут сразу на двух адресах по улице Мухачева. В прошлом году стоимость символа Нового года начиналась от 500 рублей. Отметим, что традиционно цену на елки устанавливают сами предприниматели. И сколько она будет стоить накануне Нового 2021 года, пока неизвестно. Между тем, все предприниматели получили рекомендации по оформлению своих торговых точек. Рекомендуем, допустим, показать оформление этой ели, той же гирлянды, какими-то игрушками, другими какими-то украшениями. Рекомендуем разместить баннер, допустим, с Новым годом, жители города. Вы смотрите информационную программу «Будни» и вот о чем мы расскажем далее. Потратить время или деньги? И что выбирают бельчане, украшая новогоднюю елку? Бои на новом ринге. В Бийске прошел боксерский турнир памяти Валерия Щербакова. Мечтайте о том, чего вам действительно хочется, даже если вам кажется, что это невозможно. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 8,5% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. Бийск, Коммунарский, 16-1. Подробности по телефону 8 800 201 0058. Позаботьтесь о будущем, вкладывая в настоящее. Распродажа пуховиков на Митрофаново, 35! Армейский рукопашный бой на страже Отечества. Бийский спортивный клуб «Эфа» выиграл муниципальный грант в сфере молодежной политики. На полученные средства, а это 20 тысяч рублей, члены общественной организации обновили спортивное снаряжение. Мы выступили со своим проектом на гранте. Комиссия нас поддержала и выделили нам грант, где были приобретены на данную денежку 4 шлема для армейского рукопашного бой. Это шлем с решеточкой и тот, который закрывает заднюю часть головы, затылочек. При работе в паре со своим напарником ребятишки не получают никаких травм у вас. Нет у нас синячков, рассечения и сильных ударов. Армейский рукопашный бой включает в себя множество направлений боевых единоборств. Это ударная техника руками и ногами, борьба в стойке и партере, а также болевые приемы. Для того, чтобы создать воспитанникам комфортный и безопасный тренировочный процесс, необходимо постоянно обновлять спортивный инвентарь, который быстро изнашивается. Именно поэтому общественная организация постоянно принимает участие в конкурсах на сыскание грантов. Благодаря успешным проектам на выигранные деньги приобретается дорогостоящее спортивное оборудование. Например, это лапы, шлема, груши-неваляшки, боксерские перчатки, жилеты, накладки на ноги и многое другое. Добавим, что на данный момент в спортивном клубе «Эфа» тренируются порядка 150 человек. Это дети от 5 лет и старше, а также взрослые спортсмены. Напомним, что сегодня в Бийске стартовал конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». Работы победителей украсят праздничные ели в снежных городках. А чем бийчане планируют в этом году украшать свои домашние елки? Готовы ли они тратиться на новогодние украшения или все же предпочитают смастерить их сами? Это сегодня и выяснила наша съемочная группа. Ну, у меня дочь живет в Новосибирске, она мне обычно присылает красивые наборы. У меня были старые еще елочные наборы, я их увезла лет 5 назад в детский дом. И у меня их не осталось, хотя там были очень хорошие, память напоминала нам о многом. Но я отдала детям, решила, что им нужней. А у нас вот дочь в Новосибирске присылает нам наборы почти каждый год. Ну, вы знаете, я вот люблю сама вот эти снежинки делать и очень люблю с внуками, с внучками. Ну, покупные, ну, хочется каждый год, ну, как бы в год, вот какой год такие игрушки, символ года подкупаешь. А так предпочитаю старые игрушки, очень. Ну, наверное, покупные, конечно, игрушки. Ну, естественно, в любом случае это более как-то эстетично смотрится, чем самодельные. Круглые. Круглые. Что это значит? Ну, круглые. Нет, я люблю самодельные. Шарики его, шарики. Мне нравится хендмейт. Самодельные? А вы сами делаете? Ну, когда-то делала, сейчас просто некогда. А снежинки, украшения? Вырезаем, окошки перекляем. Ну, как в детстве, знаете, из бумаги. Да, да, да. С ножничками и окошечками. Любите, да, так делать? Ну, конечно. Потому что проще ребенку выбрать уже это. Он уже это видит и сам убирает, как ему нравится, подарок. Поэтому покупные. А вы любите больше шариками или, может быть, символ года? Шариками, но пластмассовыми, потому что ребенок маленький, чтобы не разбить. Ну, я думаю, когда постарше будет, можно будет выбрать стеклянные уже шарики, красивые. Ну, обычно мы покупные берем. Как обычно все берут покупные игрушки. Поэтому как-то так. А какие-нибудь снежинки, украшения не делаете сами? Ну, делаем. Ну, конечно, лучше какие-нибудь деревянные. Мне кажется, сейчас берут все по доступности игрушки. Ну, покупные, наверное. Почему? Ну, не знаю. Как-то более яркие, красочные. Наверное, поэтому. Современные. Покупные. Почему? Потому что самодельные некогда делать. Быстро купим, да, и у дома. Да, да. С ребенком, с маленьким, некогда. Бизнес-сообщество «Бийска» поможет городу с оформлением снежных городков. Это относительно новое направление, которое в мэрии намерены развивать. Переговоры с предпринимателями уже проведены, и некоторые дали свое согласие. По сути, это будет очередной конкурс, где, как и полагается, будут выявлены победители. Мы сегодня предложили нашему бизнесу, что если у них есть такая заинтересованность и желание, они могут изготовить за свой счет какие-то там фотозоны, новогодние инсталляции световые, и поставить их не только на своей территории, но и на общественных пространствах города Бийска. А город готов их подключить, если в этом есть необходимость, к централизованному освещению. А дальше, посредством голосования, в том числе жителей, мы выберем лучшую, и таким образом у нас определится победитель, какое из предприятий у нас выиграет этот конкурс. В последние годы предприниматели Бийска активно помогают городу с иллюминацией. Светящиеся фигуры устанавливают на разных площадках – в парках и скверах нашего города. Искусственная елка – это тоже подарок городу от бизнеса. В этом году предпринимателям предлагают принять участие в новом городском конкурсе. Главная задача – украсить город не только на своей территории, но и на общественном пространстве. И к новостям спорта. В Бийске прошел юношеский турнир по боксу, посвященный памяти тренера Валерия Щербакова. На соревнованиях были не только действующие спортсмены, но и выпускники спортшколы, которые пришли почтить память тренера. Подробности далее в сюжете. Турнир, посвященный памяти Валерия Щербакова, прошел в Бийске уже в третий раз. В этом году ровно 10 лет, как Валерий Дмитриевич, ушел из жизни. Он проработал тренером по боксу 11 лет. И, как отмечают коллеги, свое дело он искренне любил. Он умел подбирать ребят. На улице мог поговорить, остановить, смотрит, все такое. И сюда их приглашал. И вот именно как отец был для них. Вот он такой парень. И вот поэтому сейчас ученики бывшие, вот как раз и помогли, спонсорские деньги сделали. На призы, на медали, на грамоты и так далее. Соревнования состоялись в спортивном зале «Олимпиец». На ринг вышли порядка 50 боксеров в возрасте от 15 до 17 лет. Кроме бийчан в турнире приняли участие гости из Алтайского и Смоленского районов. Для многих спортсменов это хорошая разминка перед краевыми соревнованиями. Особенно сейчас, в период пандемии. Это важно, потому что на тренировках у тебя обычный спарринг, а тут ты вроде выиграть хочешь, не хочешь проигрывать. Другие в голове эмоции, охота выиграть. И ты проводишь бой не так, как на тренировке, а прям вкладываешься. Это опыт для тебя. Стоит отметить, что турнир провели в обновленном зале. Кроме покупки нового спортивного оборудования, а именно ринга, лап и боксерских груш, здесь покрасили пол, стены, сделали ремонт потолка и полностью заменили освещение. На все это ушло больше миллиона рублей. Причем порядка 900 тысяч на ремонт выделил город, а остальные средства были вложены неравнодушными бийчанами, а также городской и краевой федерацией бокса. Все это делается для развития и популяризации бокса в Бийске. Я выбрал вид спорта бокс, потому что мне нравится этот вид спорта, и он как улучшает мою физическую подготовку. Ну, я считаю, что это самый красивый вид спорта, что тут нужен в первую очередь ум, а не сила. И, я не знаю, пришел маленький, понравилось, 10 лет занимаюсь боксом. Бокс очень красивый, очень техничный вид спорта, и как бы это развивающий. По итогу турнира было разыграно 20 комплектов наград, а также организаторы отметили самых лучших и техничных спортсменов. Теперь сильнейшие боксеры примут участие в первенстве Алтайского края, которое пройдет уже в середине декабря в Барнауле. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни. И настало время рассказать о погоде. Завтра, 3 декабря, в Бийске будет переменная облачность. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Магнитосфера спокойная. Ночью минус 14, минус 16, днем минус 15, минус 17 градусов. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск. Мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Счастливо! Еще увидимся!